Дорогие зрители, приветствую вас на своем канале Али Шопоголик. Меня зовут Алла, кто меня еще не знает. Сегодня я покажу вам сразу два образа, которые я подобрала в кежуэль стиле на каждый день. Я надеюсь, что вам это видео понравится и будет для вас полезным. А сейчас я приступаю и желаю вам приятного просмотра. Все ссылочки на товары, которые я вам сейчас буду показывать, вы найдете, как всегда, в описании под этим видео. Вам просто нужно будет открыть это описание. А также, как всегда, хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали пользоваться кэшпэк-сервисом, потому что так вы можете экономить деньги на своих покупках, вернее, возвращать деньги с покупок обратно. Таких сервисов, конечно же, очень много и предлагают они разные ставки, предлагают иногда такие прям завышенные ставки, но на самом деле иногда и обманывают. Поэтому я пользуюсь теми, которые я уже опробовала, с которыми я работаю уже несколько лет и где я вывожу успешно деньги обратно. Поэтому могу только посоветовать именно вот эти два. Это Mega Bonus и EPN. На них вы найдете также ссылочки в описании. Я уже совсем запуталась в своих украшениях и не знаю, что я вам показывала здесь на ютубе, а что, может быть, только показывала где-то в других социальных сетях. Поэтому расскажу вам заново о этих сережках. Сережки я заказала вместе с вот этим кулончиком, или, вернее, дополнительно к этим сережкам я подзаказала еще и цепочку с кулончиком. Мне очень понравился дизайн. Здесь у нас два колечка, которые соединены между собой. На одном колечке спереди наклеены камушки, стразики, а на другом колечке есть надпись. Они друг друга как бы переходят. И очень мне понравился этот дизайн. Аккуратненько смотрится. Серьги очень миниатюрненькие. Размер у них 2,2 см на 1 см. Поэтому они, в принципе, действительно такие маленькие. Не сильно броские в глаза. Но все же, я думаю, что за счет этих стразиков они тоже хорошо выделяются на фоне всего. К тому же, эти сережки предлагаются в трех различных цветах. Там есть серебряные, есть под розовое золото, есть под желтое золото. В этот раз я выбрала серебряные украшения. Качество тоже отличное. Я нигде не нашла никаких изъянов. Заплатила я за них всего 320 рублей. Выполнены они из нержавеющей стали. Поэтому, я думаю, продержится довольно-таки долго. И очень рада, что купила эти сережки. За этот кулончик с цепочкой я заплатила 350 рублей. Он также продается в трех различных цветах. Цепочка здесь звеневая и такая очень-очень тонкая. Сам кулончик сделан так, что он прикреплен к самой цепочке. Это не так, что можно, допустим, снять его и перекрепить куда-то на другую цепочку. Это действительно вот это все одно украшение. Здесь ничего не переделаешь. Мне очень понравилось, что здесь также сделан этот дизайн. Здесь одно колечко переходит в другое. Вернее, они соединили с друг другом. Также нержавеющая сталь. И считаю, что за такие деньги это тоже отличная покупка. Ну, а теперь перейдем к одежде. Сейчас на мне вы видите рубашечку из того же самого магазина, где я покупала свою рубашку, которая была с розовыми лимонами. Тоже отличное качество. Это полностью хлопок. У этой рубашки мне очень понравился сам пошип. Как вы видите, карманы начинаются здесь, ну, где-то на середине груди. И как-то оно выглядит совершенно по-другому. За счет вот этой полоски, которая здесь проходит. И вот эти кармашки здесь, они не слишком такие глубокие. И поэтому это выглядит совершенно по-другому. Не так, как на всех моих других рубашках. Я думала, ну, хорошо. С таким дизайном тоже будет неплохо поэкспериментировать. Эта рубашка предлагается в шести различных цветах. Я выбрала вот этот ярко-сиреневый. На свои параметры 95, 73, 97 я взяла в этот размер размер XL. И даже могу сказать, что в груди, если посмотреть, если бы немножко на пару сантиметров я была бы здесь чуть-чуть пошире, то она мне уже была бы маловато. Но я себя, в принципе, очень комфортно чувствую. Мне нигде ничего не мешает. Но я говорю, просто предупреждаю, что если грудь у вас немножко побольше, то, может быть, стоит взять следующий размер. Заплатила я за эту рубашку 615 рублей. Считаю, что это тоже классная цена. К тому же предлагается эта рубашка в размерах начиная от S и до 3XL. Так что размерная сетка довольно-таки большая. Можно еще купить размеры и побольше. Качество, как и у предыдущей, очень хорошее. Швы ровно проработаны. Я стала с этим заказом тоже очень-очень довольна. Еще что я хотела вам показать, это вот такой вот пулаверчик, который я тоже заказала с Алиэкспресс, конечно же. Я просто бы совсем спарилась здесь, поэтому я сейчас не стала надевать этот пулавер. Я вам просто сейчас вот так покажу и покажу, конечно же, как он выглядит на мне. Этот пулавер предлагается продавцом в 4-х различных цветах, а также в размере 1-size. Этот пулавер выполнен из такой акриловой нити. У нас здесь вот он такой довольно-таки легенький. Я его заказывала как раз-таки на лето. Вот если утром, когда выходишь на работу, довольно прохладно, и у нас всегда климатизированное помещение, поэтому на работе я, в принципе, всегда мерзну, даже летом, поэтому у меня слишком такой летней одежды даже и нет для работы. Поэтому вот такую вот кофточку с рубашкой тоже можно, например, надеть. У нас здесь компьютерная вязка, очень аккуратно все проработано. Здесь так вот спереди она с таким треугольным вырезом классно тоже выглядит. И здесь у нас аккуратно сделаны резиночки. К тому же сзади, чтобы прикрыть немножко пятую точку, у нас здесь есть вот такая еще возможность. Здесь немножко подлиннее этот зад. Вот так она просто совсем выглядит сзади. Конечно, если скомбинировать ее, например, с рубашкой, когда будет выглядывать здесь воротничок, будет, конечно, смотреться намного лучше, или же можно, конечно же, с какими-то аксессуарами, с какими-то украшениями ее носить, и тоже без, или просто какой-то, может быть, белый топ под низ. Я ее взяла только из-за того, что вот мне действительно для работы нужно такое что-то, что не слишком такое теплое на лето, но все же, ну, она такая вот просвечивается немножко, и действительно для такой цели как раз подойдет. Рукав у нас здесь полный. Я, конечно же, вам, как всегда, оставляю замеры на все вещи, чтобы вы могли ориентироваться в размере. Это единый размер. Продавец предлагает этот пуловер в четырех различных расцветках, но только в одном едином размере. Заплатила за этот пуловер 765 рублей. Считаю, что это тоже была отличная покупка, и могу вам тоже посоветовать. Из магазина VIA Jeans я получила для обзора двое брюк и двое штанов. Мне они очень-очень понравились. Это сейчас одни из них. Вторые я вам покажу немножко позже. Эти джинсы действительно моя находка. Я вообще просто в восторге от них. Наконец-то я нашла такие джинсы, на которых карманы действительно сидят там, где нужно. Как вы уже, наверное, знаете из других моих видео, я всегда в поисках хороших джинсов, отличных джинсов, которые будут смотреться и сзади отлично, не только спереди. Это немножко проблема, так как в Китае в основном шьют маленькие карманчики на штанах, и поэтому оно как-то выглядит не очень-то хорошо. Сейчас я нашла такие джинсы, как я покупаю всегда здесь, за три дорого, да, которые мне вот именно действительно нравятся. Такие, которые от брендов покупаю в основном за 80 евро. В этот раз я нашла за 12 евро такие штанишки, которые действительно сидят так, как им нужно сидеть. Материал этих джинсиков не слишком плотный, действительно мягенький такой, они отлично подходят для лета. Состоит он из хлопка и палиестра, и, конечно же, мне очень понравился у этих штанов именно сам дизайн. Мне понравилось, что у нас здесь есть завышенная талия, и не просто завышенная талия, а действительно есть вот этот вот пояс, который мне так нравится. Здесь по бокам у нас резиночка, и сзади еще есть там такие элементы переплетения, тоже отлично смотрятся. Отлично выглядят и потертости. Конечно же, на мой маленький рост, 162 см, джинсики оказались довольно-таки длинные. Продавец предлагает эти джинсы, начиная от размера XS и до размера 2XL. Я в своем случае на свои параметры 95, 73, 97, вешуя 58 кг и рост у меня 162 см. Я заказала размер L, 40 на них стоит, и этот размер мне отлично подошел, хотя можно сказать, что если бы я была немножко крупнее, они тоже бы хорошо на меня еще сели, так как у них еще есть место, я могла бы быть еще немножечко побольше. Я о них уже рассказывала в других социальных сетях, так что иногда действительно я показываю вещи сначала там, прежде чем они сюда приходят на YouTube, пока я доделаю, домонтирую видео. Так что если вы интересуетесь моими и другими покупками, смотрите тоже в других социальных сетях, например, Айтау, ВКонтакте я тоже пащу свои вещи, или же, например, в Фейсбуке у меня тоже есть группа. Все ссылочки на мои социальные сети вы также найдете внизу в описании. Буду очень рада приветствовать вас и в других группах, в других социальных сетях, на Инстаграме я тоже показываю вещи. Ну а сейчас вернемся опять к джинсам. В таких джинсах можно не стесняться и носить их открытыми, и не бояться, что там что-то будет не так выглядеть. Мне действительно очень нравится сам дизайн, как это сделано сзади, как это сделано спереди, поэтому мне здесь ничего прикрывать не нужно, и носить я буду именно так, вот, например, с рубашечкой. Это тоже отлично смотрится, так как подчеркиваю талию. Качество отлично, все швы отлично проработаны. Могу вам эти джинсики только посоветовать, так как осталась сама очень-очень довольна. Ну а сейчас перейдем к обуви. Вы знаете, что я в основном всегда покупаю обувь только на высоком каблуке. Сейчас у меня несколько таких уже исключений из правил. Я купила себе несколько пар обуви, которые на низкой подошве. Две пары обуви такой я вам сейчас покажу в этом видео. Не хотела покупать что-то сильно дорогое, так как это все равно не очень такой мой стиль, и я к этому не сильно привыкла, и не собираюсь слишком тоже привыкать, но иногда можно делать и какие-то исключения. Поэтому я приобрела себе беленькие кроссовки. Эти кроссовки выглядят довольно просто. Заплатила я за них всего 890 рублей. Предлагаются эти кроссовки, начиная от размера 4,5 и заканчивая размером 8,5. На свою стопу 24,5 см я заказала в этот раз размер 8. И также выбрала второй вариант кроссовок. В наличии у продавца есть 6 различных дизайнов, но все кроссовки эти белые, просто у них сзади есть отличительные какие-то элементы. Там цвета еще разные, то зеленые, то красные, кажется, там есть. Я выбрала кроссовки белые, хотела только белые, но оказалось, что я выбрала их с номером, с каким-то. У меня как порядковый номер теперь стоит на кроссовках. Это мне не очень нравится, это я как-то не заметила, что там будет такой номер стоять. Но все же, конечно же, буду носить эти кроссовки. Они вот, я чувствую себя в них комфортно, удобно сидят на ноге, подошли отлично. Я вот уже где-то час хожу в них по дому, на улице я в них еще не ходила, но чувствую, что и сейчас уже у меня нога не дышит. В описании товара стоит, что материал вверх это микрофибра, внутри у нас тканевая стелька, подошва резиновая. Ну, посмотрим, как я в них буду ходить. Ну, в общем-то, конечно, перед покупкой я прочитала все комментарии, которые были только к этому товару, и поэтому девочки все оставались довольны, поэтому я-то их и заказала. Посмотрим, что будет со мной, насколько довольна я останусь. Ну, а следующий мой образ выглядит вот таким образом. Я для фотографий просто не удержалась и надела, конечно же, опять босоножки на каблуках. Мне так очень нравится именно с этими белыми штанишками, удлиняет ноги, смотрится так намного лучше. Но сейчас я вам покажу также, конечно же, и сникеры, которые я купила в розовом цвете. Ну, а начну я сначала с этого топа. За этот топ я заплатила 1050 рублей. У нас здесь материал спандекс и хлопок, но, в принципе, он ощущается так очень хорошо на коже. Такой легенький, мягенький материал. Я бы сказала даже, что это только хлопок. Качеством этого топа я осталась довольна. Швы аккуратно прошиты, все аккуратненько сделано. Это аппликация со стразами, тоже хорошо приклеена. Нигде я не видела, чтобы так что-то отпало. А даже если отпадет, то это здесь как бы такие неровные края, то это будет совсем незаметно. У этого топа действительно такой темно-черный цвет. Он предлагается продавцом в 17 разных моделях, дизайнах или как это можно назвать. Там есть и с длинным рукавом, там есть и как футболочка такая, маечка. Вот я выбрала сейчас топ без рукавов, хотела такую майку на лето. Продавец предлагает этот топ, конечно же, в белом цвете, но мне кажется, именно на черном цвете эта аппликация больше как-то видна. Топ мне понравился. Выбрала я его в размере XL на свои параметры 95, 73, 97. Продавец предлагает этот топ, начиная от размера S и заканчивая размером 4XL. Вот сейчас на мне вы видите XL. Конечно, можно было бы взять и поменьше размер, тогда бы он сидел на мне более в обтяжку, но мне как-то нравится больше, когда здесь вот мои жирки не так сильно обтянуты, когда это так немножечко скрыто. Здесь вот немножечко минимально, я заметила, что как бы немножко торчит, или же у меня не хватает здесь чего-то, или же наоборот, может быть, слишком много. В этом я еще не разобралась. Ну, может быть, даже получится здесь немножечко пошить подмышками. Ну, в принципе, это не так сильно заметно, поэтому я не считаю это сейчас большим минусом. Как я уже говорила, топик мне понравился. Выглядит так очень интересно. Можно сказать, молодежно тоже. И с этими белыми штанишками, которые я вам тоже сейчас покажу, выглядит это просто отлично. Белые штанишки, о которых я вам уже говорила в начале видео, мне пришли также из этого магазина Via Jeans. Мне эти джинсы тоже очень понравились, или, вернее, это штаны, это нельзя называть джинсами, так как материал совершенно другой. Эти штаны я выбрала только потому, что у меня есть уже немецкие мои такие штаны, которые я покупала за 60 евро. Это какие-то были фирменные штаны, и я решила попробовать такие же взять с Китая, но только белого цвета. Очень люблю белые штаны носить, например, весной, летом, или же ранней осенью. Лето у нас тоже не всегда бывает жарким, поэтому такие штаны подойдут тоже и на лето. Материал оказался таким же, как и на моих немецких брюках. Я думаю, что жарким летом в них не походишь, спаришься просто. Но на прохладные вечера можно будет все-таки попробовать. Эти штаны мне понравились своим дизайном. У них здесь впереди по обоим сторонам такие кармашки-обманки, замочки. На момент моего заказа эти брюки стоили 1650 рублей, на наши деньги это 18 евро. Если сравнивать по ценам, то это, конечно, большая экономия денег или 18 евро заплатить, или 60. Продавец предлагает эти брюки, начиная от размера XSR и до размера XXL. Я в своем случае заказала на свой параметр 73 в талии и 97 в бедрах, заказала размер L. Размер 40, вот как стоит на самих брючках. Этот размер мне идеально подошел. Все мерки, как всегда, оставляю, чтобы вы могли ориентироваться по своим массам, подойдут ли вам такие штаны или нет. Сидят там не идеально, как я думаю. Именно так я и хотела, чтобы сели джинсы или сели штанишки. Поэтому этим заказом я осталась тоже очень довольна. Материал, если смотреть по описанию товара, полиэстер и хлопок. У нас здесь, как я уже говорила, 4 кармашка. Здесь спереди, которые обманки, и они кармашки. Сзади у нас есть тоже 2 полноценных кармана, которые действительно можно использовать. Ну и, конечно же, здесь вот молния, кнопочка. Все сделано как надо. Все идеально проработано. Длина на мой маленький рост 162 см оказалась, конечно же, длинной. Поэтому я подвернула их, наверное, сантиметров на 10. Я сейчас еще ничего не делала с этими брюками. Хотела сначала вам их показать, а потом, конечно же, буду укорачивать. Сейчас на фотографиях, может быть, видно, что я их немножко подвернула или на 10 сантиметров подвернула. Когда я выбирала товар из этого магазина и нашла эти брючки, мне они очень понравились, но я сомневалась из-за того, что на фотографиях продавца сама молния или материал от молнии слишком выделялся. Прям очень-очень белый такой, хотя материал самих штанов такой не кипельно-белый, а более как молочный. Я немножко сомневалась, как это будет смотреться. Но вот сейчас получила эти штаны и это совершенно не так страшно выглядит. Все нормально, да, не так сильно это белое выглядит. Нет сильно такого отличия, поэтому если вы тоже искали похожие штаны или такие штанишки, то могу эти штаны вам тоже посоветовать. Ну а вот еще одно приобретение из магазина Телева. Я вам уже показывала несколько вещей из этого магазина. Мне он очень нравится, потому что качество действительно хорошее. В этот раз я показывала вот такую вот курточку из кожзама. Эта куртка действительно такая мягенькая, мягенький кожзам и не слишком толстый. У нас здесь присутствует подклад. Здесь спереди есть два кармана, куда я могу засунуть руку, но все же не слишком, а за кулак помещается, можно сказать. Здесь у нас спереди просто это молния и здесь вот на рукавах тоже присутствует молния. Больше в этой куртке нет никаких там слишком прибамбасов каких-то, никаких специальных элементов каких-то необычных. И кроме вот этих вот плечей или подплечников, которые здесь так немножко подняты, как-то здесь пошито по-другому. Качество товара меня опять порадовало. За эту курточку просит продавец 1230 рублей и предлагается нам в размерах, начиная от размера S и заканчивая размером XL. На свои параметры 95, 73, 97 я вот взяла размер XL. Это последний размер, так как я ориентировалась по груди. Конечно же мне в плечах и в груди все нормально село. Единственный минус опять-таки длинные рукава. Но это вы знаете, это моя личная проблема такая. У меня все вещи длинные и все рукава на всех вещах длинные. Поэтому это в принципе нельзя назвать минусом этой куртки. Если у вас руки подлиннее, то конечно будет смотреться это определенно получше. Эту курточку можно приобрести в этом магазине в трех различных цветах. И качество мне тоже понравилось. Швы идеально прошиты. Все аккуратненько сделано. Для этого образа я сейчас подобрала вот эти вот сникеры, эти кроссовки. Они такого пыльно-розового цвета и заплатила за них 1340 рублей. Эти сникеры я долго выбирала, сравнивала у нескольких продавцов. Но так как отзывов у всех было недостаточно, я все-таки как бы решилась на свой страх и риск и заказала у этого продавца. Эти кроссовки мне понравились своим цветом. Я знала, что на фотографиях продавца они выглядят немножко по-другому. Он немножко другой цвет, он отличался, так как отзывы покупателей уже. У них были другие фотографии, он немножко темнее был. Сказать, что качество прям совсем идеально не могу, так как вот именно вот эти вот кусочки замша искусственного, да, этот верх из искусственного замша, они здесь немножко иногда как бы не совсем ровно прорезаны или вырезаны. И к тому же, как вы видите, эти элементы пришиты белыми ниточками. И вот где как раз заканчивали они шить, вот здесь вот несколько раз по одному месту ходили машинка, и поэтому оно иногда вот как бы в нескольких местах видно вот этот вот двойной шов. Но так, в принципе, они выглядят аккуратно. На ноге они тоже смотрятся хорошо, мягкие, могу подтвердить. Клея здесь нигде не вижу. Здесь у нас сверху такой приятный на ощупь замш искусственный. Внутри какая-то хлопчатобумажная ткань, как указывает сам продавец. Единственное, что вот эта стелька, она как бы, не знаю, типа как резиновая. У меня такое ощущение, что там как будто бы чего-то не хватает. Но сейчас я их надела тоже на голую ногу. Надо было бы, конечно, попробовать их с носочками. Здесь у нас вот такая рыхленая или рихленая подошва резиновая. Вот так они выглядят сзади. В принципе, смотрятся очень даже неплохо. На ноге также. Но я в этот раз не угадала с размером. Продавец предлагает их, начиная от размера 5 и заканчивая размером 7,5. Я взяла вот на свою ногу, на свою стопу 24,5. Взяла размер 7. И вот действительно у меня такое ощущение, что вот мой большой палец здесь немножко упирается, что долго я в них не смогу ходить. Неприятного запаха в принципе нет. Можно сказать, что он почти отсутствует. Я вам показываю все детально. Решайте для себя, стоит ли вам такое покупать или нет. Но я все-таки решила, что перезакажу их, так как мне нравится, как они сидят на ноге. И цвет мне тоже нравится. Такой летний, хороший, красивый цвет. Сумочки я решила в этот раз оставить, так как видео получилось и так уже слишком длинным. Сзади меня или в моих обзорах вы в каждом обзоре найдете сумочку. Или же посмотрите видео, где я показывала 22 сумки с Алиэкспресс, которые были тогда на тот данный момент. Сейчас, конечно же, их уже намного больше. Я надеюсь, что мы скоро снова с вами увидимся. Желаю вам удачных покупок с Алиэкспресс. И прощаюсь на сегодня. Пока-пока. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok